Одним из первых посетителей выставки музея Пластова «Портрет жены», приуроченный к 130-летию выдающегося художника-живописца, стал народный художник Российской Федерации, лауреат региональной премии в области изобразительного искусства имени Пластова Аркадий Ефимович Ягуткин. Так случилось, что его первое знакомство с картинами Аркадия Александровича состоялось в годы Великой Отечественной войны, когда семья была эвакуирована в деревню Должниково Базарно-Сызганского района. И у нас на стене висел отрывной календарик. И там очередной листок, который мама оторвала, я увидел на обороте рисунок с картины Аркадия Александровича Жатва. Ну и меня он потряс тем, что все было очень вдаваемо. И старик, и дети, и эти снопы, и вот этот вот нехитрый обед, которым они перекусывали. Это моё было первое знакомство. Как сказал Аркадий Ефимович, в 1947 году он вместе с мамой и младшим братом Борей переехал в Ульяновск, пошёл учиться в первую школу имени Ленина и заодно посещал из-за студии во Дворце пионеров. Именно тогда он понял, что Аркадий Пластов – великий художник. Меня познакомил с ним, вот как ни странно, опять же, Федор Решетников в Москве. И Аркадий Александрович пригласил меня в Преслониху. И вот первый мой приезд такой был. Значит, на попутке я приехал туда, подошёл к калитке весной. Встретился я с ним в Москве зимой, а это уже еле дождался весной, дёсно, как говорил Аркадий Александрович. Подошёл к калитке, и вдруг там мужик такой основательный. Я заглянул в щель, там такой барбос ходит. Ну, в общем-то, я не решился войти, и вдруг я вижу там щель, на крыльце появилась такая полноватая женщина, милая очень. Я говорю, ты не бойтесь заходить, куда она этого барбоса, я не помню, делал, значит, шепнул на него. Это вот первый раз, когда я там уже в Преслониху увидел Наталью Алексеевну. И она кричит, Аркаша, к тебе пришли, молодой человек. Вот он выходит оттуда. В Москве-то я встретился с ним, он куда-то торопился, когда первый был в костюме, в галстике, в чёрном, куда-то на какое-то совещание торопился. А тут он вот в толстовке, с тоненьким этим пояском под поясом, говорит, а я ещё думаю, зима была, помнит ли он эту встречу. Он только сказал, а, явился, ну, сейчас. Ноги в шестяных носках в галоши, телогрейка, на голову три уха, пошли в мусорскую. Вглядываясь в портреты Натальи Алексеевны, Аркадий Ефимович не раз отметил доброту и радушность хозяйки дома. Тогда же он впервые увидел Николая Николаевича Пластова, который ещё не ходил в школу и жил у бабушки с дедушкой. Конечно, Пластов для русского искусства, российского искусства и для нас, ульяновцев. Конечно, это экклюзив, это всё драгоценно. И, конечно, память о нём должна жить и жить. И все его работы. Я каждый раз, когда прихожу, общаюсь с его произведениями, я для себя открываю нечто новое и новое. Конечно, это живописец, это мастер. Это очень крупное явление в русском искусстве. Как считает сам Аркадий Ефимович, его встреча с Пластовым стала судьбоносной. Их встреча состоялась, когда Аркадий Ефимович уже учился в техническом вузе. Я вам больше скажу, если бы не общение с Аркадем Александровичем Пластовым, я бы не стоял перед вами в качестве художника. Это однозначно. Я же поступил в технический вуз, и так был бы инженером, который бы занимался этим делом, так уже, в качестве любителя, конечно. Ну, а вот встреча, он как-то поверил, я поверил в себя, и так вот на эту стезю я. Я увлекался и графикой, и я по образованию график, по второму образованию я график. Но живопись, вот благодаря общению с Аркадем Александровичем, деловерху, я и скульптурой увлекался. Все-таки вот живопись, вот что я от него взял. Вот любовь, неизбывная любовь, глубокая. Конечно, он мне говорил, такая фраза, я всю жизнь запомнил ее, Аркаша, не теряй времени. Я так кивал, соглашался, а в мужичке-то было, ну как не теряй, вся жизнь впереди. Но я понял, что время такое, скоротечное, вот сейчас в своем возрасте, такое, оно летит, вот это мгновение. Поэтому, если хочешь прожить, ну, скажем, достойно, интересно и так далее, не теряй этого времени. В 1975 году Аркадий Ефимович вступил в ряды областного отделения Союза художников страны. А в 90-е годы возглавил отделение. И при этом не переставал писать картины. Аркадий Ефимович до сих пор горит желанием работать, творить. И это идет от сердца, от души. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова